В Беларуси может начаться процесс перерегистрации политических партий. Проект предусматривает увеличение минимального порога численности для создания группы единомышленников, необходимость наличия организационных структур в каждой области и Минске. Финансирование объединений из иностранных источников запретят. В случае пропаганды войны, террористической, экстремистской и другой запрещенной деятельности, возможна ликвидация. Законопроект направит президенту. Почти 2500 километров дорог отремонтируют в Беларуси в 2023, 1084 – республиканских, 1413 – местной сети. Работа по последним ведется по поручению президента, который обязывает за пятилетку сделать не менее 7000 километров. Уже выполнено примерно 43% программы на 2021-2021, 2025. Минобразование анонсировало изменения в учебную программу выпускников. Корректировка коснется четвертой четверти, поскольку девятиклассники в начале июня сдают экзамены за базовую школу, а 11-ти классников ждет централизованный экзамен. Изменения по русскому, белорусскому, а также литературам. До 12 мая уроки заменят языковыми, после 14 числа – наоборот. К концу 2023-го в стране планируют закрыть все мини-полигоны с отходами. С таким заявлением выступили в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды. В прошлом году ликвидирован 61 такой объект. Сейчас их осталось 55. В озеленении городов также хорошие показатели. За последние 5-6 лет высажено порядка 6 миллионов 300 тысяч деревьев. В Могилевской области проходит молодежный патриотический проект «Зимний маршрут». Организатор БРСМ. В малых городах студенты беседуют со школьниками об актуальном патриотизме и профориентации, помогают ветеранам и участникам Великой Отечественной, а также благоустраивают воинские захоронения и памятные места.